Google Аналитика 4 это новая система аналитики, которая отличается от предыдущей своей версии совершенно новым подходом к сбору данных, отчетам, интерфейсам и функционалам. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы начинаем с вами серию роликов о четвертой Google Аналитике, начинаем разбираться в ней, посмотрим, какие инструменты она предоставляет, какой интерфейс она имеет, как в ней работать, пошагово как настраивать цели, настраивать конверсии, и в целом как вообще она выглядит. Что вообще такое четвертая Google Аналитика? Это сервис от Google Аналитики, который позволяет нам собирать статистику по сайтам и приложениям. Разработка его началась еще в 2017 году, в 2019 году вышла бета-версия под названием веб-сайты и приложения, и в 2019 году, уже спустя доработки какие-то, Google представил четвертую Google Аналитику. Основное отличие четвертой Google Аналитики от Universal Аналитики, это система сбора данных. Аналитика строится вокруг событий, а не сеансов, и фокус направлен на пользователя и на его действия на разных устройствах. В Universal Аналитике упор делался на сессии пользователя, то есть на просмотр страницы, а в четвертой Аналитике упор делается на события, то есть на конкретные действия пользователя на вашем сайте. Разница в том, что Google Аналитика различает такие события, как просмотр страницы, события, просмотр экрана приложения и так далее. Сервис воспринимает любые взаимодействия с сайтом, как события. Ну и давайте поговорим, конечно же, о преимуществах четвертой Google Аналитики. И первое ее преимущество, это, конечно же, кроссплатформенность. Четвертая Google Аналитика собирает данные по сайтам, по приложениям Android и iOS, и сводит их в единую отчетность. В Universal Аналитике таких возможностей нет. Вторым пунктом, это у нас идет межплатформенная идентификация пользователя. В Universal Аналитике пользователь считается новым, если он заходит с нового устройства или же с нового браузера. И, конечно же, это снижает точность статистики. В четвертой Google Аналитике выделяется три идентификации пользователя. Во-первых, это User ID, то есть пользователю, который, например, регистрируется на вашем сайте, вы можете дать конкретный User ID и понимать, что это он, если он работает с разных устройств или же с разных браузеров. То есть я могу начать работать на вашем сайте с браузера ноутбука, потом пойти на кухню за чайком и продолжить работу на вашем сайте уже с браузера телефона. При этом у меня есть вот этот User ID и Google Аналитика 4 прекрасно поймет, что это все один и тот же пользователь. Также Google сигналы по различным сигналам, характеристикам, Google понимает, что это все один и тот же человек. И Device ID, то есть информация о конкретных устройствах и браузерах, которыми пользуется пользователь в момент, когда он на разных устройствах логинится на ваш сайт. И все это помогает Google Аналитике точнее считать количество пользователей, а не устройства и браузеры. События разделены на три типа автоматические, рекомендуемые и кастомные. Все цели настраиваются в один клик и есть явная разбивка на события и конверсии. То есть здесь уже в четвертой аналитике нам не нужно прописывать цель, категорию, название и так далее, как это было в Universal Аналитике. Вообще с целями была достаточно такая большая проблема, люди просто не понимали как правильно что нужно прописать, как отправить эти данные и с настройкой цели реально было очень тяжело. Я думаю в четвертой аналитике уже как бы настраивать цели чуть-чуть попроще и пользователь сможет гораздо более проще и быстрее в один клик настроить необходимые ему цели. Сессии есть, они инициируются событием Session Start и считается продолжительность между первым и последним событием. По конкретным событиям происходит отслеживание длительности сессии не так как было в Universal аналитике и поэтому продолжительность сессии может конечно отличаться. Также в четвертой аналитике появились прогнозируемые аудитории, прогнозируемые показатели и это очень круто. Сейчас можно прогнозировать например ближайшие продажи, но конечно все это будет дорабатываться и в ближайшем будущем я думаю прогнозируемых функций появится гораздо больше. Например вы сможете прочитать сколько конверсий вы получите в ближайшие 7 дней и соответственно на этой информации сможете просчитать аудиторию которая будет выполнять это действие, но это действительно очень круто в Universal аналитике таких возможностей нет. Ну конечно сейчас правда ваш сайт должен соответствовать некоторым требованиям по-моему это 1000 пользователей за 7 дней трафика на вашего сайта должен составлять и должны быть вернувшиеся пользователи. Также в четвертой аналитике представлена более развернутая статистика, то есть в Universal аналитике собирались данные только по страницам просмотра пользователей, в четвертой аналитике и по прокрутке происходящим кликам, то есть статистики гораздо гораздо больше появилось. Ну и конечно же конфиденциальность данных в Universal аналитике данные о пользователях собирались благодаря файлам cookie, в четвертой аналитике используется библиотека gtag и также по умолчанию настроена IP анонимизация, которую убрать и отключить невозможно, поэтому здесь уже все работает без cookie. Ну все это связано конечно же с тем, что Google в будущем планирует вообще отказаться от файлов cookie. В целом если резюмировать, то основное отличие четвертой аналитики от Universal аналитики это сбор данных и отслеживание пути клиента именно с разных платформ, с браузера, сайта, с приложения, и все это как бы компанируется в единое целое, благодаря чему мы можем более точно смотреть на отчет, на статистику и уже более точно делать какие-то свои прогнозы и выводы. Ну и переходим с вами к самому интересному, это как начать работать четвертой Google аналитики с нуля, если до этого вы не работали вообще с аналитикой или же вы были на третьей Universal аналитики. Итак, для начала вам конечно же нужно зарегистрировать аккаунт Google или же войти в него, если он у вас есть, ссылку я оставлю обязательно в описании под этим видео, по которой вы переходите, входите и нам должно сейчас открыться поле, нам открывается вот такая вот Google аналитика. Далее вам открывается такое поле и вы нажимаете вот аккаунт плюсик создать аккаунт, открывается такое поле где вы называете аккаунт, так прописываете, здесь вставите нужные вам галочки, то есть разрешите там объединять ваши данные в анонимной форме, техническая поддержка, специалисты по аккаунтам и так далее и нажимаете следующее и вы попадаете вот на настройку ресурса. Так здесь мы прописываем название ресурса, заполняем часовой пояс, валюту в которой мы будем оплачивать и вот здесь очень важный пункт это показать дополнительные параметры, если мы хотим создать universal аналитику, то мы открываем дополнительные параметры и вот здесь мы ставим галочку создание ресурс universal аналитики, прописываем наш сайт и вот здесь внизу очень важно, мы можем создать ресурс двух типов, то есть четвертая Google аналитика и universal аналитика, либо же мы можем поставить галочку создать только ресурс universal аналитики. Конечно Google нам рекомендует переходить сразу же на новую версию четвертой аналитики, потому что работать уже в обновленном инструменте, потому что таким образом у нас не возникнет никаких трудностей и проблем с тем, чтобы перенести отчетность данных из universal аналитики в четвертую аналитику, однако я вам рекомендую сейчас пока что оставлять ресурс двух типов, это создавать и universal аналитику и четвертую Google аналитику, особенно если вы делаете это еще как бы в первый раз, то вы можете пока оставаться на universal аналитике, смотреть анализировать данные там и пока постепенно, потихоньку учиться разбираться в четвертой аналитике, после того как вы проставили вот эти вот галочки вы нажимаете кнопочку далее, следующее поле которое нас ждет это сведения о компании, мы здесь выбираем там размер нашей компании, как мы собираемся использовать Google аналитику, ставим галочки, здесь как бы ничего страшного нет, это все больше сферу деятельности выбираем конечно, это все больше для Google, чтобы он понимал и нажимаем на кнопочку создать, после этого нам открывается соглашение об условиях использования Google аналитики, проматываем, ставим галочку, везде соглашаемся со всем и нажимаем кнопочку принять и готово, попадаем в следующее поле, так, но если у вас есть уже universal аналитика и вы хотите подключить четвертую Google аналитику, тогда мы заходим вот в администратор в поле и нажимаем ассистент настройки Google аналитики 4, нажимаем на кнопочку начать, вот здесь мы ставим галочку включить сбор данных с помощью существующих тегов и нажимаем на кнопку создать ресурс, после этого мы переходим в настройку ресурсов вот сюда и здесь мы заполняем тоже опять-таки все данные, даем понятное название нашему ресурсу, выбираем сферу деятельности, часовой пояс, валюту и так далее здесь у нас появляется с правой стороны идентификатор ресурса и мы нажимаем на кнопку сохранить, так, ну и мы с вами следующим шагом попадаем вот в это поле сведения о потоке, у нас здесь прописан URL потока, название потока, идентификатор потока, сюда мы попали потому что мы изначально сразу прописали название нашего сайта, то есть его адрес, что такое вообще поток, это то что мы будем отслеживать, то есть веб это веб-сайт, либо же это приложение, идентификатор потока данных нам собственно пригодится для того чтобы мы установили четвертую аналитику на наш сайт, по умолчанию у нас здесь включена улучшенная статистика, нам ничего менять не нужно, отключать не нужно и в принципе по базовой настройке это как бы все, если вам нужна какая-то более глубокая настройка, какая-то фильтрация данных, то вот здесь есть дополнительные настройки, с которыми можно поиграться, но по фильтрам в четвертой аналитике пока что все еще очень слабенько и важное отличие четвертой аналитики от universal аналитики, что здесь нет представлений, то есть в universal аналитике если вы помните был аккаунт, ресурс и представление и мы могли на один и тот же ресурс, то есть на один и тот же сайт настраивать несколько представлений, то есть было одно представление со всеми данными, второе только для Google аналитики например а точнее для google рекламы третья там по какому-то там реферальному трафику и так далее то в 4 google аналитики такой возможности пока что нет появится ли она пока еще не понятно и вот здесь внизу вы можете почитать вот здесь новый тег на странице развернуть и почитать то как настроить тег добавить тег на страницу если же вы уже работали с тег менеджером он у вас есть тогда вам понадобится вот эта вкладка использование существующего тега на странице ну и чуть позже я покажу вам как добавить собственно с помощью google тег менеджера на свою страницу так это мы все с вами находимся сведения о веб потоке если же вы например через universal аналитику через помощника настраивали то тогда у вас вот здесь вот с левой стороны есть такой поток данных напоминаю вот и вот он вам и открывается сведения о веб потоке если же вам нужно например добавить какой-то еще поток то есть вы хотите отслеживать свое приложение тогда вы нажимаете добавить поток и вот здесь выбираете там приложение для айс или для андроида это это как бы либо же там в и все это вы делаете в этом же ресурсе все добавляете в один поток для того чтобы аналитика получала и склеивала данные из приложений из сайтов все вместе по одному и тому же пользователю так что еще можно сделать даже пока вы не установили тег на свой сайт вы можете связать с другими продуктами то есть связать например с google рекламой нажимаете связать выбираете аккаунт своей google рекламы там например ставите галочку и здесь все очень как бы нажимаете подтвердить нажимаете далее здесь тоже выбираете галочку там включить персонализированную рекламу здесь ставить нужную вам галочку нажимаете далее и нажимаете кнопку отправить то есть здесь все интуитивно просто и понятно и также в этом поле вы можете установить связь с менеджером рекламы связь с BigQuery и связь с Search Console так дальше еще одно очень важное замечание мы должны с вами перейти в администратор настройки данных и выбрать сбор данных и нам нужно включить сбор данных для сигнала в google нажимаем начать продолжить и нажимаем активировать ну и соглашаемся со всем это нам важно для того чтобы google начал собирать информацию о пользователях и склеивать ее и очень важно на вашем сайте где вы собираете какую-либо информацию о пользователях вы должны рассказать написать должна быть информация о том как вы собираетесь дальше использовать эти данные это очень важно и google за этим очень строго следит поэтому не пренебрегайте этим ну и вот здесь вот видите согласие с условиями пользовательских данных нажимаете я подтверждаю ну и также вот здесь вот еще хранение данных у нас хранятся данные о событиях по умолчанию 2 месяца мы можем выбрать 14 месяцев ну и нажимаем кнопочку сохранить так ну и как же нам добавить собственно через google так менеджер значит мы заходим в менеджер тегов у нас здесь есть обзор новый тег нажимаем добавить тег даем ему понятное название в конфигурации тега выбираем google аналитика конфигурация 4 в триггерах мы добавляем all pages ну или же конкретной странице если вам нужно только отслеживание конкретной страницы и вот здесь дальше у нас в конфигурациях тега есть идентификатор потока данных и вот сюда мы с вами вставляем собственно наш идентификатор потока данных которые находятся в сведениях о веб потоке о котором мы говорили с вами раньше то есть мы его копируем и вот сюда вставляем и и больше в принципе расширенные настройки нам никакие как бы не нужны в базовом версии этого достаточно если вы хотите конечно знаете как что добавить дополнительно можете это сделать и нажимаете на кнопку сохранить после этого вы отправляете все свои измененные данные и чтобы проверить нажимаете предварительный просмотр здесь вставляете свой сайт нажимаете connect и если вы все установили правильно то вот здесь у вас будет в text fired ваша собственно google аналитика 4 ну то есть как вы ее назвали если она тут появилась значит все окей все вы установили и сделали правильно так ну на этом в принципе базовая настройка как настроить четвертую аналитику у нас с вами окончена и давайте подрезюмируем стоит ли переезжать на четвертую аналитику или нет точно стоит точно стоит пора подключить ресурс точно стоит пора уже вам настроить события и аудитории просто для того чтобы у вас начинали собираться данные потому что рано или поздно вам все таки придется переехать на четвертую аналитику полностью и было бы неплохо чтобы к тому времени у вас уже были какие-то там данные отказываться от универсал аналитики я вам пока что не рекомендую пусть она у вас еще будет вы можете параллельно пользоваться двумя аналитиками работать в универсал аналитики если вам так проще и понятнее и параллельно потихоньку учиться и осваивать четвертую аналитику смотреть на ее возможности как там что и где работает а если же у вас есть как сайт так и приложение то вам однозначно срочно нужно переходить на четвертую аналитику причем еще вчера опять же по той же самой причине что в четвертой аналитике у вас связывается пользователь его все действия как сайта так и с приложения если вам был полезен данный видеоролик если у вас остались какие то ставьте лайк если же у вас остались какие то вопросы возможно то обязательно пишите их в комментарии в следующем ролике я покажу вам как настраивать определенные цели в четвертой аналитике в тег менеджере прям подробную инструкцию но вы не забывайте делиться нашим видео в соц сетях также подписываться на наш телеграм-канал вступать в нашу группу там у нас живое общение с участниками происходит подписывайтесь на наш youtube канал ставьте на колокольчик также вступайте в наш инстаграм аккаунт подписывайтесь на него ну и до новых встреч